Ваш имя было Владимир Мухаммед Это как шорт в першине, это ласкательный вариант Потому что когда-то Тинь Мухаммедов Ханай точно так же звали Ты знаешь кто такой Тинь Мухаммед Ханай? Тинь Мухаммедов Медвич Ханай не знаешь да? Ладно, ладно Вот его так же звали И потом все, поскольку его любили Все начали называть его Димаш Ахметович, а не Тинь Мухаммед Ахметович Но мне только понравилось, потому что меня мои слушатели поддержали Хотя на тот момент я себя очень плохо чувствовал У меня была температура 40 градусов И горло опухшее И вот какие-то такие моменты Но в целом это был хороший вечер Еще один повод встретиться со своими зрителями К чему я был невероятно рад Но, как говорится, совершенству нет предела И мы все по своей натуре всегда чего-то хотим Превзойти, себя же превзойти Чтобы твой же концерт Следующий Прошел лучше, чем предыдущий концерт Вот такие моменты нас делают сильнее Но от этих мыслей мы устаем Так что я не могу похвалить ни один свой концерт Потому что мне незачем хвалиться По идее Как только завершу карьеру Тогда и посмотрим, что я скажу Насчет всего того, что я делаю в молодости Спасибо Пойдем Еще есть вопросы? Товарищи, давай Поддерживали ли когда-то Вас, Ваши поклонники Когда у Вас срывался голос? Ну, пока такого не было Как вы думаете, если это произойдет поддержка, тем не Вас? Ну, по крайней мере на это надеюсь Как дела у Вас с китайским языком? Никак Все, что я не знаю на китайском, это Нейхау, Чесе, Брюсли, Тимаси, Чехичан, Волдов Вот, Вы знаете французский язык Вы выступали в французском? Я не знаю французский Ну, в интернете Я просто поел на французском и Ну да, во Франции я выступал У них во Франции на телевидении Я забыл, как передача называется Но Я там пел Вот Песня СЛС И Да Получается, я выступал во Франции Да Рун 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 Что Все Нет Я Но в Казахстане у нас есть руха. Например, в Китае, Мухаммед, 200 миллион человек, 12 миллион человек, он говорит, что руха, он говорит, что он говорит, он говорит, что 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 он говорит. Все оснащено специально для того, чтобы артист мог возникнуть в концерты. К сожалению, такие моменты происходят, но я благодарен своему другу, музыкальному директору, саунд-менеджеру, режиссеру Ирлану Бевчевину. Мой друг постарался, он сделал все возможное, чтобы вот этот момент с акустикой был разрешен, и он сделал все возможное. Спасибо. Спасибо. Ирланд со всего мира едут. Спасибо. А вы смотрели реакции на YouTube, на свои выступления? А раньше смотрел, было время, было время, по началу, когда чувствовал, как волну, волну, да, ну да, с план, скажем, популярности. Когда мне было очень интересно, я постоянно заходил, смотрел, и мне было очень важно получил увидеть, как люди реагируют на мои выступления. Потом, не знаю, плохо ли это или хорошо, но я просто перестал это делать, потому что, когда тебя очень много упал, ты начинаешь в какой-то момент верить в это. Все мои люди, в любом случае, как бы тебя, твои учителя правильно не старались повостыкнуть, в любом случае, все человеческое не чуждо нам, и в какой-то определенный момент ты начинаешь верить в то, что ты прям вау, мега крутой. И в этот момент ты просто должен помнить про то, что у тебя и в музыкальном плане, и в профессиональном плане могут быть какие-то пробелы, надо просто их искать, потом стараться запомнить их. А если ты самый настоящий профессионал, то ты будешь озабочен только тем, до конца своих дней, не кажется так, ты не будешь страдать манией величия, или звездной болезни, тебе это будет просто неинтересно, потому что ты будешь знать, что ты не постиг на все свои возможности. Совершенству нет предела. Поэтому в этот момент я просто хочу поблагодарить всех реакционеров, всех людей, которые делают реакции на мои видео. И очень приятно. Но раньше я чаще заглядывал к ним. Сейчас уже на человека реже смотреть. А то и вообще перестал концерт. Потому что я сейчас занимаюсь творчеством. Можно? Можно вопрос? Ага. Вы болели, звездная болезнь? Что сказал? Как ты думаешь? Мне кажется... Ну, еще усердно было. Знаешь? Вау, я болел. Нет, ну... Просто даже вы болели. Молодец. Просто... Не знаю, у кого как, но... Вечно... Ну, не знаю, я у друзей всегда спрашиваю, не замечаешь, я не меняюсь или нет там. Потому что со стороны виднее. И они всегда говорили нет, не знаю, возможно, брали, но... Я, в принципе, до... до первой волны своей, так скажем, популярности, да? Ладно. Пять лет назад, после Славянского базара. Потом, после Аймсингера. Спустя еще два года. С семнадцатым годом, получается. Но я особо не почувствовал в себе ничего такого, что меня заставило бы поменяться. потому что мы все люди. И... на самом деле, я живу самой обычной жизнью. Конечно, в материальном плане чуть-чуть будут изменения. Ты начнешь больше зарабатывать. Ну и, соответственно, тебе надо будет уже думать побольше вложиться в свое творчество. Ты хочешь расширить какие-то свои масштабы. Но... Все мы люди. Все мы ошибаемся. И все... Мы хотим чего-то нового. Мы все хотим большого успеха. И я хочу, и вы хотите. И... Ты тоже хочешь, да? Вот. А я тоже хочу. Так что... Я бы не сказал бы, что я сон страдал. В какое-то время давать сонные концерты. И... Человек всегда должен мечтать о чем-то хорошем. И все мечты обязательно сбываются. Потому что... Когда я занимался над собой в детстве, в вашем возрасте, мне приходилось каждый день учиться игре на инструментах. А... Сама совершенствоваться, развиваться. И в тот момент, если бы я кому-то сказал бы, что в будущем я самым артистом и буду выступать на сцене, то... В это, наверное, возможно, сложно было поверить. Потому что... Многие думают иначе, чем... Нежели чем мы. Поэтому... Свои возможности... Вы сами знаете. И... Возможности надо увеличивать. Работать над этим. Поэтому я желаю вам всего самого лучшего. И... Хочу сказать, что... У вас в жизни все будет обязательно... По воле Аллаха. По воле Всевышнего. Все будет хорошо. Я, по крайней мере, надеюсь. Просто... Работайте над собой. Верьте в святые будущие, ребята. Вот. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще вопрос. А у вас есть любимая песня? Любимые песни? Ну... Честно говоря, я... Самый настоящий веломан. Я люблю слушать разную музыку. Но... Почему-то многие люди... Думают, что... Я... Люблю... Я люблю слушать и петь только... Классические произведения. Но на самом деле... Я люблю и рэп. Я люблю и рок. Я люблю и... Джаз. Соул. Фанк. Оперу. И попсу. Но... Ммм... Конечно... Прежде всего... Я люблю таких исполнителей, как... Учано Паваронти. Майкл Джексона. Из рэпера... Из рэпера... Из рэпера... Эмени. Вы знаете его, да? Да. Вот. И... Конечно же... Наших казахских композиторов... Есть... То есть... Был... Один композитор... Кенец Юсикиевич... Который... был моим учителем. К сожалению, перед пандемией... Мы потеряли его. И... Вот... Среди... Самых... Любимых композиций... Это... Творение... Кенец Юсикиэто. Есть... Композитор... Куарт Шелебай... Ренан Гайсин... Мой брат... Эм... Вот... Я люблю слушать более... Ммм... Ммм... Правильную музыку. Я по крайней мере стараюсь. Потому что... Чтобы слушать... Правильную... Культурную музыку... Надо... Думать. А в наше время люди... Многие... К сожалению... Не хотят особо думать. То... Вы сами будете... Стараться стать... Такими... Как они. И поэтому... От окружения тоже очень много... Много чего зависит. Это на будущее. Так... На заметку. В принципе... Насчет этого... Мы можем чуть-чуть поговорить. Потому что... К сожалению... Многие... Люди... Путают... В целом... Понятие... Путаются... В целом... Понятие... Как дружба... С некоторыми людьми... Просто интересно... Весело... Провести время... Прикольно... Он просто... Классно шутил... И так далее... Тебе с ним интересно... Но на самом деле... Может быть так... Может случиться так... Что... Не любит тебя... Всем сердцем... Как ты его любишь... Например... И... Поэтому надо... Если... Хороший человек... Он на то и хороший человек... Он будет понимать... Что... Ты относишься... К нему с любовью... С уважением... И в ответ... Конечно же... Он тоже... Будет относиться к тебе... С уважением... С любовью... Просто... В жизни... Раз на раз не приходится... Об этом тоже нельзя забывать... Надо сделать все возможное... Чтобы... Вот это чувство... Именно... Не указало... Как только указит это чувство... Вы начнете... Довольствие за собой... Это хорошо... Только... Надо понимать край... Если вы... Будете... Слишком много... Слишком много... Высокого мнения о себе... То... Это приведет... К звездной болезни... Что... Потом очень сильно... Понешает... Вашей работе... Вашей карьере... Это может случиться... Не только у певцов... И актеров... И вообще... В принципе... У всех... Действительно... И стираться... Да... Действительно... Голос...